В этом году исполняется 70 лет со дня выхода в свет дебютного аллегорического романа с элементами антиутопии английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Голдинга. Идея романа возникла у Голдинга после того, как он прочитал роман «Коровый остров» Роберта Балантена в приключенческой истории в жанре робинзонады, где воспеваются оптимистические имперские представления викторианской Англии. По сюжету три юных англичанина-подростка попали в кораблекрушение и в итоге оказались на небитаемом острове, где благодаря своему воспитанию начали вести себя подобно Робинзону Крузо, тем самым избегая деградации в изоляции от цивилизации. Голдингу сюжет показался крайне нереалистичным, хотя в свое время роман получил колоссальный успех и к моменту выхода книги Голдинга считался классикой английской литературы. И у автора появилась идея написать историю о том, как, по его мнению, на самом деле поведут себя дети, попавшие на небитаемый остров. Путь в свет у романа был труден. Рукопись отверг 21 издатель. Прежде чем издательство «Файбер энд Файбер» согласилось выпустить его в свет, с условием, по которому автор удалил первую часть романа, в которой описывалась эвакуация, и сильно переработал персонаж Саймона. Сразу после выхода роман не привлек к себе внимания. Оригинальный тираж в 3000 экземпляров продавался очень медленно. Однако спустя несколько лет он стал бестселлером, и к началу 1960-х годов был введен в программу многих колледжей и школ. В 2005 году журнал «Тайм» назвал произведение одним из 100 лучших романов на английском языке с 1923 года. Название книги «Повелитель мух» является буквальным переводом с древнееврейского имени языческого бога Баальзевуф, чье имя Вильзевуф в христианстве стало ассоциироваться с дьяволом. События в романе происходят в военное время, но нигде нет пояснений, что именно это за война. Сами персонажи в своих разговорах очень редко ее затрагивают. Но, видимо, подразумевается война, которая могла произойти между странами НАТО и СССР. Во вступлении, которое Гоудинг удалил из рукописи по требованию издателя, пояснялось, что это ядерная война, то есть Третья мировая. На небитаемом острове, в отдаленном от материков районе Тихого океана, разбивается эвакуационный британский самолет. Единственными выжившими оказываются дети, младшего школьного или предпродорскового возраста. Среди них выделяются два лидера – Ральф и Джек Мэридью. Первый из лидеров на острове успел познакомиться с толстым, страдающим астмой, но рассудительным и догадливым мальчиком в очках, которого дразнят хрюши. Второй же является старца церковного хора и пользуется непререкаемым авторитетом у своих спадшихся хористов. Ребята устраивают выборы, на которых побеждает Ральф. Они довольны их результатами, Джек и его хористы провозглашают себя отдельной компанией охотников. Ральф предлагает строить шалаши и развести костер на горе, чтобы их могли заметить и спасти. Сначала его все поддерживают, разводят костер с помощью очков хрюши. Джек же с охотниками добывают мясо диких свиней. Вскоре появляются слухи, что на острове обитает некий зверь. Джек, Ральф, Саймон и несколько ребят поднимаются на гору, где был замечен зверь. Они видят зверя и в ужасе убегают, потому что в наступающих сумерках не понимают, что зверь это труп военного пилота, шевеляющийся из-за ветра, раздувающего его парашют. Джек обвиняет Ральфа в трусости, отделяется от племени и предлагает другим мальчикам вступить в его племя, обещая охоту, мясо и иной дикарский образ жизни на острове. Джек и его хористы уходят жить в труднодоступную горную часть острова. Некоторые мальчики начинают перебегать к ним, образуя дикарское племя. Появляется нечто вроде примитивного культа зверя и поклонения ему. Охотники обожают его жертвами и дикими плясками. В разгар одной из таких плясок, надев маски и потеряв на свой контроль, охотники убивают Саймона, который, набравшись смелости, разглядел тело погибшего пилота и спешил сообщить ребятам, что это никакой не зверь. Но не вовремя поднявшийся ветер сбрасывает труп пилота в море и ему не верят. Постепенно все дети переходят в племя охотников, носящих маски и теряющих своей личности. Только Ральф остается с Хрюшей и близнецами, без масок. Ведь они еще помнят, что единственный шанс спастись – это разводить костры, в надежде привлечь спасателей. Ночью группа Джека нападает на Ральфа и его друзей и отнимает очки Хрюши, потому что они нужны им были для получения огня, чтобы жарить мясо. Хрюша же ничего теперь не видит без очков. Ральф с ребятами поднимаются по перешейку к Джеку на переговоры, в надежде вернуть очки Хрюши. В это время один из ребят из-под тишка сбрасывает валун, который убивает не увидевшего Хрюшу, а дикари берут в плен близнецов, и Ральф остается совсем один. Ночью он поднимается к укреплению племени. Пленные близнецы сообщают ему о готовящейся облаве и что Рожеш затащил палку, видимо, чтобы завтра насадить на нее голову Ральфа, так же, как дикари насаживали свиные головы в знак подношения зверю. На следующий день дикари прочесывают остров цепью, поджигают кусты, выкуривая Ральфа из зарослей. Большая часть острова уже охвачена пламенем. Измотанный и загнанный дикарями Ральф убегает на берег и, упав на песок, видит перед собой офицера британского военно-морского флота. Группа моряков высадилась с крейсера, заметив дым от пожара. На вопрос офицера, кто у них главный, выбранный Ральф называет себя, а струсивший мятежный Джек отходит в сторону. Офицер поначалу думает, что у мальчиков идет детская игра, и поэтому он шокирован, когда Ральф ему признается, что на острове уже погибли двое ребят. Офицер саркастически сравнивает их ситуацию с романом «Коралловый остров» и удивляется тому, что британские мальчики выглядят в масках, как дикари. Тут Ральф сам осознает всю глубину их деградаций и не может больше сдерживать слез, оплакивая свою утраченную детскую невинность. Вслед за ним начинают рыдать и другие дети.